Смертельная авария в Петушинском районе. На М-12 иномарка врезалась в фонарный столб. По информации дорожной полиции, трагедия была зафиксирована 14 марта в 6.50. В авто находились три человека. Водитель и его 61-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. На этих кадрах видно, что столкновение было сильным. Автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель автомобиля Митсубиси Аутлендер, мужчина 1960 года рождения, при движении в правой полосе в сторону Москвы, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередач. Водитель и 60-летняя пассажирка скончались. Еще одна пассажирка 78 лет госпитализирована в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают, каким образом водитель мог потерять управление на платном автобане. В тот же день произошла еще одна авария с наездом на опору линии электропередач. ДТП произошло в Судогодском районе на 315-м километре Р-132. Форд Фокус влетел в столб. За рулем находился 69-летний пенсионер. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Во Владимирской области за сутки сгорели две пилорамы. В селе Илькино Меленковского района сообщение о возгорании пожарные получили этой ночью около половины второго. К месту происшествия выехали 9 огнеборцев на трех пожарных автомобилях. Кроме того, в тушении пожара приняли участие добровольная пожарная команда из села Илькино в составе двух человек. На момент прибытия подразделения наблюдалось открытое горение пилорамы. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение кровли пилорамы на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Еще одна пилорама загорелась в микрорайоне Дмитриевская Слобода округа Муром. Звонок в тревожное ведомство с просьбой о помощи поступил ближе к вечеру 14 марта. На борьбу с пламенем выехали 16 пожарных. Общая площадь поражения огнем составила 150 квадратных метров. По информации пресс-службы МЧС, была угроза распространения огня на соседнюю пилораму. Но ее удалось спасти. Обошлось без человеческих жертв. Причины пожаров выясняют дознаватели МЧС.